Это больше город Минск. Неварусь? Да. Калуга. Нет, стоп. Богатство ассортимента и смертельная опасность. Самарский сидр с метанолом может оказаться на полке любого магазина. Ситуация в стране, скажем так, уже говорит о том, что необходимо проконтролировать и не допустить распространения у нас на Ямале вот этого отравления. Сообщательной организации на Роскопронте, скажите, у вас в продаже сидр есть? Не то от лишней скромности, не то от испуга. Продавцы магазинов разливных напитков не спешат рассказывать об ассортименте. Это весь, да, сидр, который представлен? Самарский есть? Это Краснодар. Но нашлись и те, кому не стыдно за свой товар. Скажите, у вас в продаже есть сидр? Ну, в частности, низкий сидр. Такого нет. Наслышан, но если читаю, смотрю, такого сидра. А вообще что-то из Самары реализуется? Из Самары? Нет вообще ничего. Абсолютно. Ни одной самарской продукции у нас нет. Оказалось, что в городе днем с огнем не найти не только сидр, но даже популярная самарская жигулевская. В ходе общественной проверки мы посетили пять магазинов. Четыре магазина разливных напитков и один сетевой магазин. Как оказалось, предприниматели Салихарда не сотрудничают с поставщиками из Самары. А это значит, что жители нашего города в относительной безопасности. Однако в других регионах ситуация все печальней. С начала месяца уже 20 человек погибли, 49 госпитализированы. Это жители Удмуртии, Ульяновской, Самарской и Нижегородской областей. Сегодня стало известно, что три девушки отравились алкоголем в Пензе. Поставщика сидра суд уже привлекал к ответственности из-за отсутствия документов, подтверждающих легальность алкоголя. Также у него была просрочена декларация о пригодности оборудования. Но тогда бизнесмен отделался предупреждением. К слову, по закону, производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи вообще не подлежит лицензированию. На массовые отравления уже отреагировал Роспотребнадзор. Руководителям территориальных органов Роспотребнадзора проинформировать о факте выявления опасной продукции организации, занимающейся оборотом пищевых продуктов. Выдать предписание хозяйствующим субъектам о приостановлении реализации продукции пивная продукция «Мистер Сидр», изготовленной ООО «Анди». Самарскому предпринимателю грозит уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин объявил, дело передадут в Главное следственное управление СК России. В Самарской области уже изъяты 810 литров ядовитого напитка. По всей стране проходят рейды. Полиция проверяет магазины и изымает подозрительную продукцию для проверки. Только в Удмуртии полицейские изъяли без малого 14 тысяч литров «Мистера Сидра». Крупные партии обнаружены в Ульяновской, Нижегородской и Пензенской областях. Тагир Валиди, Виталий Сафарметов. Время Ямала. Салихард.